Мы везем на 250 человек с их пайков, то есть примерно, мы так посчитали... Дорогие друзья, всех приветствую. Всем, всем, кто принял участие в Крепкий Морж, большое спасибо. Все деньги пошли на благотворительность, помощь Украине. Многие переживали, что такое помощь Украине. В общем, друг Альберт, который имеет фонд «Куда уходили все деньги», сделал небольшой обзор, что такое благотворительность, что такое гуманитарка и что происходит в Украине. Посмотрите, эти буквально 15 минут, они покажут всю картину, что происходит, какой ужас в Украине. Да, кстати, я хотел показать вот это вот сообщение. Как я говорил ранее, меньше слов, больше действия. Ну, вот пример, больше действия. Потому что есть такие товарищи, которые много пиздят, пиздят и на украинской мобе. Кто-то на российский, кто-то на португальский, неважно. Ну, просто пиздят, ну, мало дела. В общем, действуем. Идем в ПРЭД. Да-да-да, я еще хотел сказать, если ты хочешь продолжать помогать, внизу ссылочка в описании, можно через крипто-кошелечек. Хочешь помочь? Действуй. Ну, и за слова добрые тоже спасибо. Ну что, привет, ребят. Утром встали, крепче стали. Правильно? Помните, это я, Альберт. Многие вы знаете меня по роликам, которые мы делали по боевым искусствам. Но сегодня я занимаюсь другим делом. Сегодня я занимаюсь гуманитарной помощью в стране, в которой я живу, в Украине. Вместе с Пашей Павленко, владельцем этого канала, мы решили вам показать, что на самом деле здесь происходит и чем лично я сейчас занимаюсь последние 9 месяцев своей жизни. Сейчас вместе с командой волонтеров мы готовим поездку в Лиман. Одно из тех мест, которое недавно было деоккупировано украинской армией, чтобы показать, какие условия, как люди сейчас там живут. Сейчас мы грузим здесь гуманитарные необходимые нам вещи. Завтра мы ждем еще один гуманитарный конвой, 45 тонн. Будем разгружать, загружаться. И потихонечку я вас буду извещать всему, всей этой поездкой, как это будет происходить, как люди живут, собственно говоря, что им надо, в каких условиях, как это все происходит. С первого лица от меня, человека, которого вы знаете. Сейчас наши ребята грузятся. К сожалению, я застрял. Я должен был к ним подъехать. Но я не могу этого сделать. И с тем, что именно сейчас идет массированная атака по городу Киеву и в целом всей Украины российскими ракетами. Я нахожусь в другой части. Я немножко за городом. Я не могу въехать, потому что перекрыты мосты. Именно ГЭС перекрыто. По ней целятся. И слышно взрывы. То есть волна доходит до меня, до автомобиля. Я просто остановился. Сейчас нахожусь тут возле Киевского моря. И, к сожалению, не могу сейчас подъехать к своим ребятам и помочь им. Но уже есть сведения. Вот опять только что был взрыв. Это какой-то сюрреализм, ребята. Это как будто бы у нас украли нашу жизнь и поместили нас в какое-то кино. И мы в этом живем. Ладно, я не буду. Не могу вывести. Все по делу. По делу мы сегодня собрали очень много. На сегодняшний день было собрано огромнейшее количество гуманитарной помощи. Это все сейчас грузится в автомобили. Но, естественно, сейчас все приостановилось, потому что были прилеты по городу. Мы знаем, что в центре города попала ракета уже в жилое здание. Там есть погибшие люди. Мы пытаемся соорганизоваться, чтобы выехать в Лиман. Но вот такие моменты, они все усложняют. И мы пытаемся помочь там. И на самом деле сейчас, скорее всего, будет нужна помощь в самом городе Киеве. Как-то так. Так, приехал на склад. Хайдар, рассказывай, что забрали сегодня. Вот, нам допомогли. Цукар. На русском давай. Чего? А, ну хорошо. Так, добрался до склада. У нас тут немножко пополнения есть. Хайдарыч. Рассказывай, что у нас тут есть. У нас первое. Сахар, мука, кукурузная мука. Ну, это как бы такое. Одежда, 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 одежда. Консервы. Плюс там всякие детские ништяки. Там кашки, пюрешки, все такое. Памперсы, да. Ну, крупные. Обогреватели, детские кашки. Ну, эти вкусняшки такие. Смузи, кстати, да, прикольные. Так, дальше пошли показываю. Вот тут есть еще. Да, тут кашки, маски. Дальше пошли. Это наш такой маленький склад. У нас есть огромнейший склад. Это просто мини-складик, перевалочный пункт. Это у нас чечевица посылоросованная. Ну, там чипсы, мипсы, вот такая вся фигня непонятная. Это у нас рис соей. Сразу. Прекрасно. Смотри. Ну, короче, специально. Они тяжелые. В общем, вот эти у нас упаковки, видишь. Да, это вот сразу можно отдать. То есть, я так понимаю, это быстро. Я понял, да. Сейчас мы пойдем грузить буржуйки. Сейчас заберем из нашего грузовика в маленькие бусики. И будем перегружать буржуйки, потому что нам не надо столько. Я вчера только забрал. В общем, подготовительно мы, в принципе, все тут уже сделали. Это то, что не едет. В принципе, это идет на следующей поездке. Ну, вот так мы понемножку пополняем запасы и далее выдвигаемся. И это все у нас буржуйки для того, чтобы греть людей. Вот так вот, господа. Сейчас уже 11 часов. Скоро будет. Есть 20 минут, чтобы доехать. Вот. Видите, какой у меня фонарик прекрасный? Знаете, почему у меня такой фонарик? Потому что во всем городе нету света. Вот. У нас абсолютно после сегодняшних прилетов, как сказали по телевизору, больше семей или миллионов абонентов вышло из строя связи мобильной. Ну и огромнейшее количество людей просто остались без света. В том числе и мы. Такое освещение сейчас на трассах. В общем, никакого освещения. Не поверите. Радуюсь, как дурак. Попал в часть города, где работают светофоры. Это не объяснить, насколько это классно. Так, сейчас мы встретились с конвоем, с ребятами из ДЭС в Таге, которые нас сопровождают в этой поездке. Как бы непосредственно все эти машины забиты сейчас гуманитарной помощью. Дело в том, что мы не имеем права перемещаться ночью самостоятельно, поэтому мы должны ехать с военными. Вот такие правила по привозу гуманитарной помощи в места, которые были только что деоккупированы. Поэтому у нас сейчас 5 опелев и вару забитых гуманитаркой, которые мы везем людям. Вот. Вот такие пироги, ребята. Тарас хвастается своим хот-догом. Непонечно, большого размера. Так, мы въехали в город Харьков. Один из городов, который больше всего пострадал, скажем так, от ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации. В общем, и туманность, конечно, такая. Особо ничего пока не видно. Плюс мы по окружной трассе едем. Но я постараюсь поснимать, чтобы было понятно, что здесь происходило. Плюс мы по окружной трассе едем. Плюс мы по окружной трассе едем. Полностью все уничтожено. Смотрите внимательно, ребята. Я за рулем. Sorry за качество, но... Мы сейчас в Визюме. Это населенный пункт перед Лиманом. Здесь практически все уничтожено. Я просто был за рулем, не мог поснимать. Это был дом культуры. Вон прилет тоже был жесткий, да. Это было вообще было... Все уничтожено. Мы будем стараться находить... Мы просто не можем останавливаться, потому что едем комбои с военными. Поэтому нам не разрешают останавливаться. И, как вы понимаете, мы не останавливаемся возле разрушенных зданий. Поэтому, как будет только возможность, мы будем снимать такие кадры, чтобы вы понимали, что здесь происходит. Здесь все уничтожено. Абсолютно есть город уничтожен. Но я, честно, еще такой уровень руинации не встречал. Ну, то есть, я был в многих местах. Так, ребят, это полностью уничтоженный город. Это катастрофа. Реально, вот куда ни посмотришь, везде какой-то прилет. То есть, нету, в принципе, даже там на одном квартале хотя бы там нормальных целых домов. Вот, к примеру, да, вот мы сейчас... Вот, покажи, здание направо ставим. Вот, посмотрите справа. Прилет. Мы сейчас куда-то развернемся чуть дальше. Вот сейчас... Ой, яму пропустил. Это катастрофа, конечно. Это яич-то просто. Это у нас было какое-то заведение. Не знаю, что это. Но вы можете видеть на моем фоне, пока мы едем. Уничтоженные аптеки, уничтоженные ломбарды, техника, не знаю, Тильстар, АТБ, заправки. Заправки вообще фактически никаких не осталось. Вот это была какая-то автомойка. Это рынок, полностью сгоревшему. Вот здесь нет. На самом деле, вот мы сейчас здесь катаемся. И тут на территории, с той стороны, только что танк проехали. Вот здесь до сих пор, до сих пор приходят прилеты. То есть мы в Кулске находимся в зоне. В красной зоне, где небезопасно находиться. В общем-то, ну, мы сюда приехали, чтобы помочь людям, привезти им питание. Мы везем на 250 человек пайков. То есть примерно, мы так посчитали, на 10 тысяч долларов питание мы едем. Вот еще одна заправка полностью уничтоженная, с правой стороны. Я в дороге, за рулем уже практически 10 часов. Так что, в общем, как-то так. Это завод раньше был. Ребят, вот этот лес, который вы видите, именно здесь откопали 400 человек, 400 украинцев, мирных жителей, которых убили солдаты Российской Федерации. Это именно тот самый лес, где были эти раскопки. Везут церковь, да, вот эта сейчас была? Что ж, блин, это. Церкви тоже нет, судя по тому, что мы сейчас уже видим здесь. Сейчас мы спустимся туда. Давай ее откроем. Это была церковь. Сейчас нахожусь на месте, где был мост раньше. Теперь его нет. Зашел в магазин местный и думал показать вам, что там есть. Ну, то есть, точнее, показать, что там ничего нет. А оказалось, что они настолько испуганы из съемок, они боятся. Категорически отказались от того, чтобы я их снимал, потому что говорили, что в предыдущий раз, когда их снимали, сразу же возле магазина был прилет. Поэтому люди не то чтобы боятся, они очень боятся, чтобы кто-либо что-либо снимал. Потому что я так далеко, я в первый раз заезжаю. Я во многих местах был с подобными разрушениями. Есть очень много кадров с Чернигово. В Чернигове мы помогаем и устанавливаем модульные дома, покупаем бытовую технику, буржуйки, еду. Всячески помогаем бабушкам и дедушкам. Они очень многие остались абсолютно без жилья. И что вам сказать? Что вам сказать? Живут вот под клеенкой какой-то, блин. Люди по 70 лет, по 80 лет. Там же и находили мертвых бабушек, которые просто замерзали. Такая ситуация. Вот он. Просто моя прогулка по улице города Лиман. Поэтому, ребята, если вы смотрите этот ролик, вы досмотрели до этого момента. Задача у меня очень простая. Вместе с Пашей Павленко мы хотим помочь этим людям. Ну, по крайней мере, чем сможем. То есть, исключительно мирным жителям, исключительно в мирных целях. Дать им буржуйки, дать им хлеба, питание какое-то, консервы привезти, я не знаю, свечки привезти, пледы теплые, куртки, флисы. Блин, да все, что надо человеку, чтобы, по крайней мере, ну, я не могу сказать, что нормально жить, потому что это ненормально жить. То есть, это ненормально жить. Это существовать, чтобы они могли сосуществовать каким-то образом менее трагично, чем это сейчас выглядит. Конечно, человек сюда не вернется жить, потому что, ну, здесь негде жить, и большинство этих людей либо погибли, либо куда-то уехали. Но есть такие, которые все-таки по разным обстоятельствам остаются здесь, в этих местах, и их довольно-таки много. Поэтому сюда приходят разные волонтеры и пытаются помочь. Так же, как и мы. Сегодня привезли очень много всего. Паша предварительно помог тоже со сбором денег, и мы довольно-таки много чего полезного принесли сюда людям за эти деньги. Поэтому я знаю, что есть человечность, и человечность не должна погибать. Поэтому давайте помогать друг другу. Все будет круто. Так, сейчас мы делаем раздачу местным жителям того, что мы сюда привезли. К сожалению, я профукал снять склад именно где гуманитарные вещи, потому что очень спешили, плюс меня там дергали, все время много носили. Но суть в том, что мы потихонечку отдаем все это людям здесь, местному населению. У нас еще очень много пайков. Мы ездим в разные точки города и отдаем разным сообществам, людей, громадам, которым нуждается в этом гуманитарной помощи. И репортеры. И репортеры. Это же камерамены. В общем, у нас тут вовсю идет раздача. Ребята раздают продукты питания. Видишь, конечно, тут дети. Помощь надо однозначно. Можете посмотреть, что происходит. Люди съезжаются со всех сторон на велосипедах. Приходят сюда, подбегают пешком со всех районов, не знаю, улицы. И просто массово бегут сюда, чтобы получить гуманитарную помощь. Это сложное зрелище. Мне тяжело такое смотреть, когда настолько люди измучены. И это видно, это чувствуется. То есть, как бы, абсолютно военизированное место. Смотрите. Беги. Пошла радовать деток. Вера. Пошла творить добро. Пошла. Продолжаю ходить по лиману и смотреть, что здесь. Просошло. Обычный дом. Пошла. Продолжаю ходить. Мы все, что могли, раздали И, наконец-то, двигаемся домой Поэтому Поэтому я хочу домой Так что В общем, ребята, вы знаете Утром встали, крепче встали На гостях хорошо, а дома прекрасно Поэтому до встречи И закончу это видео я тем Что хочу вам сказать, что только вместе Только вместе мы с вами сможем закончить это Этот ужас, который творится И помочь нашим людям И вашим людям Потому что нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь Альбер, спасибо тебе за помощь Делаешь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!